Следующий доклад. А, это все? Нет. А кто там следующий? Вы. Я не засыпал. Как крайний. Так. Спасибо большое. Мы решили подойти к рассмотрению проблемы денег как некой стоимости. Исходя из одной индустрии, выбрали мы страховую. Просто для примера. Почему она нам подошла? Потому что очень много людей помнят, что страховая индустрия научим про оценку рисков. Мы все-таки вернули изначальное понимание того, что это еще и про оценку возможностей. Соответственно, это будет балансировано. Мы его назвали «Человеческий капитал». Состоит он в следующем. Есть несколько трендов, которые наша группа выделила. Первый – это тренд. Рост объема информации от игроков рынка. Давайте сузим до финансового рынка. То есть количество транзакций, поведения и так далее. Второй – это технологический тренд. Рост объемов, мощностей и эффективности применения искусственного интеллекта. Третий у нас есть. Это, собственно говоря, мы не грубо обозвали, а также децентрализованных денег. Давайте это назовем некими экстеншенами, вариациями на тему блокчейна. Соответственно, к чему эта история может привести с точки зрения возможности? На самом деле, это очень интересно о возможности перехода к некой динамической скоринговой системе. Что такое динамическая скоринговая система? Человеческий капитал должен быть оценен сколько он стоит сейчас, сколько будет стоить завтра, какие у этого есть риски и т.д. и т.п. В данном случае мы не абстракцию берем, как эквивалентную стоимость, что человек может иметь, а что он может и сколько это стоит сейчас. Совершенно конкретно. Причем умножаем это с точки зрения страхования. Совершенно интересная вещь. Почему дисконтируем или умножаем? На то, насколько он здоров, насколько вводит, что он умеет делать, какой у него профиль и т.д. и т.п. К чему такая история может привести? Собственно, к созданию некого контролируемого государством платформы, давайте игроки назовем, которые совершенно свободно коммерческие игроки в тех или иных индустриях страхования и финансы могут себя подключать. Таким образом, информация вся на стороне государства, в общем-то, исходного системы, а управление вашими финансами, здоровьем и всем остальным вводом тому, кому вы себя выберете сами, пожалуйста. Мы за свободный рынок. Субъект для этой истории это могут те игроки, которые перечислены финансового рынка, в том числе, конечно, каждый из нас с вами, мы тоже человеческий капитал. И, конечно же, государство. Государство не исключает. И так кушают. Прежде всего, почему? Потому что это самый большой административный не только по МРУ-100 ресурс. То есть, если от него не поддерживаем, ничего с этим не случится. Пункт номер два, это хотя бы транзакционная модель доступа в этом году данных, это, пожалуйста, вам альтернативный способ очень неплохой монетизации из-за... Что для этого надо сделать? Ну, здесь понятно, что МРУ-1 создать Скорингу. Я не в том порядке читаю, но, по-моему, создание Скоринговой системы, создание платформы, которую можно внешних игроков подключать. Собственно говоря, нормативно-правовая база и преодоление того, что мы называем цифровым разрывом. Но у нас есть люди, которые не так уж сильно подключены. То есть не всех мы можем сейчас проверить, посмотреть, или трекинг осуществить. Ну, вот если выбираться, так это не проект, это инициатива, это важно. То есть она требует комплексного отменного подхода. Все. Она дает возможность государству по факту, что сделать, из запретительно-нормативной, по факту. А можно быть вопросы? Спасибо большое. Два вопроса. Андрей Силев. Первый. Спасибо за идею. Действительно. Очень важный ракурс. Перевод с модель оценки иск на модель оценки возможностей. Спрос-прос следующий. А вот эти самые возможности, какие качества и насколько эффективно это измерение. Почему это? Субъективный фактор, он приводит нас к существующим частным системам рейтингования какого-то, рекомендательным сервисам и прочим. Вопрос. Все, что я имею, можно оценить и про то законодательство есть. А вот потенциал как-то? Ну, смотрите. Я сейчас коротко отключу. Я думаю, что вам все равно потребуется больше ответов. История очень простая. В каждой индустрии от здравоохранения до страхования и придания вам рейтинга финансового есть свои неколики. Они, конечно, не исчерпывающие. Но если мы создадим некую платформу, которую все будут учитывать как некий комплекс, ну, соответственно, я думаю, что мы получим минимум более полную картину. Логика старта, именно нагласен. А в том, что мы, конечно, с вами знаем, что те самые большие данные основная проблема в том, как интерпретировать этот бесконечный объем больших данных в данном случае он будет предлагать на такой структуре. Игорь Григорьевич очень интересный вопрос. Добрый день. Я живу Григорий. Я работаю с драком и мы занимаемся сейчас двоих динамическим сколлингом. В том числе подключаем другим сторонним игрокам. Мы не понимаем, зачем нам государство в этой всей истории если у нас не трещат 35% по новым клиентам. Что нам может дать? Армейный распространитель очень просто. Не государство вам надо, а оно решит мы его успехом. в этом случае до тех пор я не выступаю в данном случае. Не, нет, коллега, смотри, пока я не говорю, что это. Да, да, да. Хорошо, смотри, отвечай на вопрос. Да, да. Нет, не унизай. Поехали головой. Значит, смотрите, ответ здесь очень простой. Здесь не вопрос того, кто является бенефициаром. Вы, какие плюсы для вас? Даже не является бенефициаром в данном случае в нашей инициативе государство. Бенефициаром мы, когда они исходили, является конечный польза. Я. Пункт номер один. Ну, я человек, такой гражданин Российской Федерации в данном случае. Да? Почему? Потому что пункт номер один. Я имею более полное представление, начиная от того, как у меня более тариф, страхование будет. Но это сильно выходит, держа в себе логику страхования, управления рисками и возможностями, за пределами чистого вида, ну, безопасности рисков. Почему? Потому что пункт номер один. В таком объеме данных я минимум могу быть предупрежден в моем районе предпринимательстве, что, Николай, у тебя аллергия, тебе надо съезжать, вот тебе скидка на билет, если ты готов езжать. Я четыре игрока сейчас здесь перечислю, которые будут играть. И если я выполнил эту историю, получу в следующий раз, строго говоря, некие бонусы, не абстрактные, там плюс четыре к хеллсу своему, в некой виртуальной системе, а конкретно скидку, например, на следующую добровольную стартование своей аспект медицинской истории. Можно есть комментарии? Да. Но у этой системы она большая на уши. То есть как только мы начинаем отмерять и отшифровывать объективные состояния и, красиво говоря, все данные про человека, это так сразу это становится манипулированным. И это огромный аллергия. Слава Богу, никто не стал про SkyNet и большой оператор в страшном варианте этого слова говорили, но у этой истории гораздо больше, ну, там у нее есть очень много, она позитивная, у нее достаточно много очень четких ловушек, ровно поэтому мы ее относили на территорию управления больше разработки государства. Ну, это гарант тех, что мы с вами живы, здоровы, так сказать, и нас завтра, дай Бог, никто не нападет. Ровно поэтому, но никто риски отсюда не убирает. Ну, если вернуться к началу этой истории, тут не только риски, но и возможности есть, тут важно понять, какой-то инициативе эксплуатации. Все, последний вопрос не закончен. Спасибо вам. Спасибо.